добрый день дорогие друзья с вами шеф-повар сергей легай и компания mariador сегодня мы будем готовить одну из самых роскошных рыб это чилийский сибас или по-другому патагонский клыкач посмотрите у меня стоит из центральной части полностью очищен практически от костей кожи но вот здесь вот по центру контурируются поперечные кости достать их из рыбы сейчас означает разорвать филе практически пополам потому что кости крепится к мясу очень прочно поэтому выдергивать их будем после приготовления что мы делаем сейчас для начала нам необходимо посадить для рыбы я люблю использовать так посолим со всех сторон немножко добавим черного перца и отложим рыбу постоять пока наша рыбка просаливается мы приготовим для нее ароматную зеленую панировку нам потребуется петрушка но не полностью а только без толстых ветвей теперь эту петрушку крупно нарежем чтобы облегчить работу кутру добавим петрушку туда также добавим туда пару веточек базилика тоже соответственно листики без толстых ветвей потому что весь основной вкус и аромат конечно же в листьях в ветках больше сока и пищевых грубых волокон поэтому если вы будете делать салат отправьте стебли туда затем нам потребуется зубчик чеснока я его тоже крупно нарежу и у нас есть самые обычные панировочные сухари ну теперь необходимо эту маску перемолоть и посмотрим что у нас получится так посмотрите друзья у нас получилось очень яркая по цвету и аромату панировка затем мы возвращаемся к нашему стейку и соответственно панируем его в нашей ароматной зеленой панировки стараемся хорошо прижать это поспособствует тому чтобы сохранить нашим клыкача максимум его питательных соков и соответственно вкуса аромат свежей петрушки и базилика с яркими нотами чеснока это изумительный аромат рыбу пока отставим далее нам понадобится противень а чтобы потом мучительно не отмывать этот противень от приливших соков мы воспользуемся фольгой возьмем наш стейк перенесем на противень и отправим его в печь при температуре 180 градусов на 10 минут а пока рыба будет запекаться займемся подготовкой гарнира для него нам понадобится ушало мы нарежем сначала очень тонкой соломкой а потом поперек мелким кубиком дальше нам потребуется небольшой кусочек корня имбиря мы его нарежем сначала ломтиками поперек волокон а потом также как шалот сначала нарубим вдоль и затем поперек чтобы получить такой же мелкий мелкий кубик нам понадобится зубчик чеснока начнем разогревать сковороду из сливочное масло сразу отправим туда масло у меня заранее размягченная то есть я его оставил буквально минут на 15-20 в тепле чтобы она как можно быстрее распустилась в распущенное масло мы отправим наши ароматические овощи и поджарим пока масло распускается добавлю туда немного свежесмолотого черного перца обжарившись на масле он потеряет избыточную остроту но раскроет гораздо лучше весь свой аромат дальше у меня есть вот такая заготовка это запеченная морковь запекал я ее примерно в течение 35-40 минут при температуре 220 градусов несмотря на то что у нее есть черные подпаленные не обращайте на это внимание это подпеклась горка сейчас мы морковь разрежем и вы посмотрите что у нас получилось внутри масло наше распустилось отлично отправляем овощи итак посмотрите что у меня получилось а получилось у меня вот такая слегка перепеченная морковь она потеряла максимум соков достигла карамелизации вот я аккуратно так ее почищу она прямо стала внутри кремообразной поэтому протереть через сито не составит практически никакого труда судя по текстуре этой моркови теперь можно сделать вывод как много морковь свежая содержит влаги теперь очищенную морковь я нарежу более или менее мелко готово для протирания воспользуюсь тонким ситом и столовой ложкой очень хорошо овощи наши запассировались происходит процесс карамелизации я добавлю сюда еще небольшой кусочек сливочного масла морскую соль наша рыба готова на что пока не остывала я оставлю ее выключены печи здесь сковороде у меня карамелизованные овощи я достану нашу протертую морковь начну прогревать вместе с овощами чтобы сделать чуть-чуть морковное пюре пикантным я добавлю пол ложечки соуса чили также мне понадобится мед меда я добавлю полторы чайных ложки затем мне понадобится дать вкуса и легкой кислинки и для этого я воспользуюсь соком лайма а также свежевыжатым соком мандарина перепустим в наше пюре и вот смотрите что получается морковь мы долго запекали она потеряла свою структуру и потеряла очень много сока теперь ее сочность мы восстанавливаем за счет соков лайма и сока мандарина вот видите пюре на глазах увеличилось практически в два с лишним раза ну что пора доставать рыбу посмотрите наша панировка ничуть не потеряла своего яркого цвета а бесподобный аромат говорит о том что весь этот аромат аккумулировался в рыбу и теперь вкус нашего чилийского сибаса будет бесподобным теперь один тонкий момент вы помните что стейк мы положили в печь не вытащив поперечные кости вот сейчас самый момент их удалить помните я вам говорил что когда рыба у нас готова то косточки вынимаются совершенно безо всякого труда осталось выложить наше морковное пюре и нам понадобится долька лимона ну что дорогие друзья наше блюдо готово чилийский сибас в аромат на зеленой панировке с морковным пюре блюдо очень простое готовится легко и очень быстро но получается шедеврально вкусно поэтому смело берите рецепт на вооружение экспериментируйте пусть вам и вашим друзьям будет вкусно с вами был шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадор до новых рыбных встреч